Ура! Ура! Привет всем! Подумали, что у нас в тех выходных уже закончился у нас гуночный сезон зимний. Но кому-то стреляло в голову сделать Джим Хану Russian Classic Cup на красном кольце. Собственно мы сегодня тут. Это Евгений. Всем привет! Да. Чемпион. Ну читер, но чемпион. Думали уже отсидеться, но скучно. Зима кончается, надо все выходные забрать. Даже если честно хотелось за жвачинство съездить. Но по работе не получилось. Ну ясно. Сейчас мы идем регистрироваться. Все с Russian Classic Cup. Рома у нас только не в единстве. Регистрация прошли, сейчас будем ждать брифинг. Ну что, вот мы на брифинге. Сейчас батя будет у нас вещать. Ну короткое мероприятие. То есть цель и задача. Ну на самом деле мы сейчас начинаем потихоньку разгон к нашей серии RCC. Russian Classic Cup. И мы проводим мероприятия. Ну основная нацеленность на участников, которые нас в этом чемпионате принимают. Ну а также всех остальных, кто хочет попробовать свои силы в этой дисциплине Джим Хану. На самом деле она проводилась на красном кольце уже не однократно, а много раз в разных форматах. И зимой и летом в проекте Королева дорог. Кто участвовал? Вот Алексей у нас уже многоопытный, да? Подожди. Ты... Сломанная лапкой, я знаю. Ты в платье взгол? Только с ним. Ну, как касался. Значит, основная цель Джим Хану, да, это точное вождение, соблюдая определенный порядок движения, используя ориентиры. В нашем случае до конуса. И в отличие от кеноблока мы не ездим вдоль бетонных зданий и сооружений. Поэтому нам ошибиться будет не так больно, как ему. Значит, процедура старта будет каким образом даваться? Мы должны визуальный контакт обеспечить. Да? То есть вы смотрите на меня, я на вас посмотрел, я головой кивнул, ну типа готовы? Ну, вы там или головой кивнули, или я показал вам, готовы, вы головой кивнули. Значит, где-то в этот промежуток, то есть если вы кивнули, да, у вас уже должна быть включена передача, где-то 2-3 секунды я даю старт. Я не знаю там, какой именно будет промежуток, просто вы должны слушать. То есть дал старт, вы должны поехать, развернуться, далее едем. Первое, надо попасть в ворота. Ну, здесь у нас моделька побольше, да, на самом деле ворота шире автомобиля, проблем никаких нет. Далее двигаемся, ну не буду машину показывать, да, то есть двигаемся по трассе до конца площадки. В конце площадки у нас стоит большой конус, и рядом с ним еще. Ну, то есть вот эта змейка, разнесенная, так называемая, да, когда конусы стоят не на одной линии, а смещены, она у нас обозначена с двойными конусами, чтобы вы могли ориентироваться. Хотя бы первую попытку, когда едете, потом там все будет проще. То есть вы едете, развернулись вокруг и поехали по разнесенной змейке. Я, давайте, обозначу это вот красным, да, то есть у нас тут один конус, побольше немножко. То есть проехали разнесенную змейку, дальше мы едем на большой такой конус, у него стоит стойка, конус со стойкой, и на нем еще сверху маленький конус. Ну, то есть это чтоб не ошибиться. То есть это тот конус, вокруг которого надо сделать 360 градусов разворот. По сути это конус на брезы за рулем. Ну, то есть тут рулить надо много, вы понимаете, да? То есть надо сделать 360 разворот. И дальше мы едем по змейке, скоростная змейка, которая по сути на одной линии стоит. Чтобы вы не путались там слева заезжать или справа, да, чтоб заезжали всегда все с одной стороны. У вас здесь стоят ворота. То есть вы попадаете в ворота и дальше просто едете по очереди влево-вправо, каждый конус объезжает. После того, как объедете все конуса, уходите в другую часть площадки, и там у вас еще одни ворота, да, чтоб тоже не было путаницы, с какой стороны заехать. То есть заезжаете в ворота, и там короткая змейка с маленьким расстоянием, естественно, там надо ехать медленно. Это очередной изюм. То есть то у вас такой быстрый темп, то надо замедлиться, то есть надо перестроить свое вождение, чтобы здесь не ошибаться. Потому что я говорил, да, писал в объявлении, да, 5 секунд за сбитой комнат, за каждую. То есть вы проезжаете там всего их 3 штуки, потом попадаете в ворота и устремляетесь к линии финиша. Что надо сделать на финише? На финише нужно сделать остановку в базе. Для тех, кто ни разу не слышал, что это такое. База это расстояние между передней и задней осью. ИНТРИГУВАЕТ НАТУ. СЕКЛЦЕВАЕТ НАТУ. ИНТРИГУВАЕТ НАТУ. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...